Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 254. Правильно написано это? Нет, неправильно. 240. Так у меня получилось. События дня. 1 Петра 4,7. Впрочем, близок к всему конец. Это за 8 августа 16 года. Работа. Кто не работает, пусть не ест. Не хочет трудиться, пусть не ест. Мы об этом не думаем, просто работаем. Вчера день прошел, ушли мы на Северный пруд, Рыжковский. Я об его никогда не вспомнил. Но зять по сестре, Володя Устинов, говорит, этот пруд хороший. Хороший, действительно, но полностью разрушенный. Прорва. Это прорыв воды огромный. И как его залатать? Кусты. Все это затянуто. Ну, вчера мы начали делать. Бульдозер. Работает у Волка Владимир Ивановича. Я доволен. Не бывает там не так. Скажешь, что-то я уже во внимание не беру. Заругается что-нибудь. Курить деревня не курит. И так. Ну, как он работает? Он пожилой уже в годах, 64-го года. Мне нравится. И вы видели, как он делает. Работа какая. Далеко вести. Вначале делать. Думал, как натянутым уже двух заплотов из бревнышек и слег проволока. Земля будет через них проходить. А получилось не так. Он срезает верхний слой огромной ленты. А ее не разрывает. Это не от него зависит. И она повисла на проволоке. Такая тяжесть. Затрещала все. А теперь что ни вали, все на это. И наша загородка пошла. Пришлось ломать. Потратили мы только на установку день. щеквером. Дня два готовили лес. Шкурили. И оказалось все это прахом. Но главное, что сделали. Сзади. Вот делаешь плот плотина. А она одновременно и дорога. Сейчас сделали. Это у нас было в субботу. Закончили. Второй мостик называется. И на урывку, на порчен, на шарчен. Везде открылась теперь дорога. И поэтому, какое это событие. 20 лет объездили вокруг. Ехать надо, если на север, то сначала едут на юг. На запад надо, на восток. И там где-то ложок этот объедут. А теперь можно напрямую ехать. Так что у нас пруды. Некоторые вот пруд. Первый мостик, второй мостик. Восстанавливая их, восстанавливаешь и дорогу. То, что называют инфраструктурой поселка. Сколько мы поработали. Никита еду нам приносит. Сами тут собирают что-то. А бульдозеристу готовят сестры поочередно. Комаров, говорит, много. Я говорю, на траве хотя бы. А он на капоте. Стоит на гусенице и ест. Ну, это тебе виднее. Как-то там уже есть. И вдруг появляется издалека машина. Я не знаю, раньше Еразик назывался. Ерафли. Но, оказывается, едут эти. Оператор. И кто она? Ее назвать какое-то тоже название есть. Для женщины. Которые с телевидения 24, России 24, с Москвы прилетели. Я категорически был против, отговаривал их, пугал. Нельзя вам заехать, тут застрянете. Никак. Надо и все. Надо вживую. Ну и правда. Ну, что сказать. Сначала даже и не думали, что они так воспримут все. Все воспринимают, слушают. Сзади не успели. И вчера уже вышли на районный центр. Оттуда тоже звонят. Тут люди потеряют. КТВ-24. Мы говорим. Батюшка говорит. Ну, вчера были. Воскресный день. Так, выходят другие приехали. Они подошли. В это время Никита резал кустарник. Больдазерис давит землю. Поднимать дамбу выше. А я сучки вытаскивал. Ну, они лопушистые. Сырое дерево. Ветер сильно дует. Прям готов опрокинуть меня. И они это увидели. Она подошла и говорит. А вот почему, интересно, Роспотребнадзор отказался комментировать свои действия против вас? Почему? Ну, почему 18 тысяч абортов делает? И кто будет комментировать? Абортницы? Сталин 100 миллионов загубил. Он будет давать интервью? Так и эти. Так вы их на одинаковый уровень ставите. Зачем мне ставить? Они без нас лезут туда. И вот так день заканчивается. Закончится. Я не могу ехать домой на велосипеде, пока бульдозер не заглохнет. Его обязаны привезти, поставить. И тогда можно отпустить его. А я запишу время окончания. Почасовая раз идет. Вот это точно так же. Побыли, уехали. А вечером мы там под правилом. Я за один день сделал Рыжковский пруд. Волков Владимир Иванович. Очень хороший специалист. Вот нам это необходимо. Почему? Причина очень даже простая. Он каждый раз спрашивает, а пруд для чего? Ну, рыба будет, да купить можно. Я ему показываю на пуще. Он говорит, она лежала, пусть лежит. Я понял по характеру, он близкий к старобрядцам. Лежала на нас тысячу лет, пусть дальше лежит. Вот они пугают еще чем-то. А мне какая разница, больше или меньше, я не могу не дать, не запретить. Но то, что они отказались как-либо касаться лагеря, может быть, можно что-то как-то по-иному сделать. Но мы разрешили им приехать. Они в Дрове, двое его Аслан, короче, Балкарис. И она Анной называлась, а потом что-то Ефросиня мне послышала. Афанасьевна. А? Афанасьевна. Афанасьевна. Ну, Анна так и осталась. Я даже уже не думаю. Но записывали там, у нас все должны пройти регистрацию, документы им предстать. Ну, день был хороший. Они быстро поехали, помакали ручкой. Женя Долгов дал и Рафик, они на нем поехали. Я ей говорю, вы берете, вот я там работаю, я то другое. Ну, это любое сделает. Вы возьмите, зачем летели. Самое ценное, восстановление не пруда, а души. Когда она расслышала, то жаль, если не ко мне, и пей. Вот тут тебе тогда будешь думать о событии. Ну, все, пока событий больше никаких не было в этот день. Благополучный день закончили. Я очень доволен, Арышковский пруд. Вот Володя сказал только, я сразу решил его восстановить. Подарок ему сделать. Узнал, что Глушков ездит и недоволен. Сделаем так, что будешь доволен. Я ему это скатал в воскресенье. Принимаю работу. Особо эти такие мелкие, как бы. Ну, для нас очень важные. Если они будут показывать, то где, еще вот, уже не знаю. Все пока на этом. Посмотрели многие тут, зашли на Ютуб, посмотрели, отошли. Спасибо. 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 Спасибо.